дамы и господа рад сообщить что у нас сегодня последний обзор про индюков hybrid конвертер весной вы видели как мы инкубировали из яйца маленьких симпатичных вот так усеньких индюков и вот у нас новый год скоро будет новый год и вы видите во что они превратились монстры я конечно такого не ожидал я честно говоря первое время вообще был в таком легком культурном шоке от размера этой птицы я начинал свое птицеводство с перепелов и вот видите к чему мы пришли но страусов я разводить не буду не уговаривайте местами для них нету в общем индюки получились хорошие индюки получились здоровые как они росли чем я их кормил я вам показывал повторяться не буду если кому интересно вы сможете найти легко их у меня на youtube канале а если зайдете на мой сайт дваждать с димитрий dv от и дай раздел птицеводство индюки вот там все про них можно посмотреть от начала до конца и так результат вы видите на столе какие я делаю для себя предварительные выводы я птицевод не то чтобы начинающий но у меня не слишком большой опыт всего несколько лет я выращиваю птицу индюков первый год но могу сказать точно индюки это супер птица они супер по своим вкусовым качествам они супер по своим размерам по неприхотливости содержания в общем мне они очень понравились когда я решил завести индюков первым делом естественно я пошел в интернет и давай смотреть что же пишут опытные птицеводы и много было информации что индюков содержать очень сложно что они капризные что они болеют что они дохнут не вырастают и так далее все полная фигня друзья мои вот выросли они у нас без всякой химии без каких-то уколов без каких-то дополнительных препаратов выросли в основном на зерне но изначально на комбикорме который уменьшал уменьшал начало в общем пришли мы к тому что последнее время не питались вообще одним зерном вывод делаю однозначный в следующем году обязательно буду разводить эту птицу мало того что она вырастает такая большая она очень вкусное мясо просто волшебное я не ожидал таких вкусовых ощущений вот приготовления мяса индюка грудинка она получается не сухая если взять ту же курицу мы жарим грудинку на на сухая и очень тяжело в себя запихнуть и вкусовые качества не самые лучшие вот это мясо она не сухое она сочная чем-то напоминает молодую свинину то есть такой молодой поросенок учитывая что они у меня вот такие видите жирненькие получились там прослойка жира у них очень большая из-за этого и мясо получилось сочное в общем очень вкусно я рекомендую однозначно разводить индюков для них конечно желательно чтобы было в было выгульное помещение что была территория где они могут гулять потреблять траву но не принципиально у меня они большую часть времени и учитывая что я на работе они прожили вообще в курином тракторе вы тоже видели у меня обзор сложности никаких нету вывод еще и для себя сделал такой что задержать их больше пяти месяцев не целесообразно потому что они перестают расти ну в крайнем случае у меня может быть у кого-то продолжают но у меня рост прекратился после пяти может быть пяти с небольшим месяцев я на видео показывал что я взвешиваю индюка он у меня там 25 килограмм пятимесячные вещи в 6 месяцев он тоже 25 килограмм то есть после пяти месяцев они продолжали потреблять в большом объеме пищу но перестали расти хотя надо отдать должное последнее время не меньше ели вот до пяти месяцев просто ели уничтожали корм со страшной силой обещаю следующем году когда я их заведу обязательно посчитать сколько они съели кормов чтобы определить себестоимость этого килограмма мяса в этом году у меня не получилось индюки хороши еще тем что соотношение мяса и отходов там не знаю кишки рога копыта все что мы выкидываем да у них самое лучшее костей немного мяса много отходов тоже немного вот мы сейчас здесь им эту тушку помните я производил взвешивание и вот этих индюков недавно но верно неделю назад когда они были живые до бегали живым весом получилось у нас там порядка двадцати пяти килограмм вот сейчас мы с вами взвесим тушку и увидим сколько было отходов хотя тоже например голова там лапы они пошли на корм собаки то есть собака с удовольствием кушает индюшатину что неудивительно поэтому я бы сказал что еще там пол кило можно добавить к полезному продукту кроме того что мы получили такое замечательное мясо такие огромные тушки у нас еще вот субпродукты печень сердце желудок давайте тоже здесь взвесим посмотрим сколько они весят так правда я тару забыл отнять с моей стороны это конечно нехорошо испачкаем еще одну миску здоровущая печень кило 100 то есть еще килограмм продуктов с которых можно сделать те же пирожки желудок вот куриный мне очень нравится если через мясорубку прогнать вообще красотища так что это тоже очень вкусные и полезные продукты теперь нам надо как-то попробуйте взвесить у меня есть безмен замечательный безмен пользуюсь им постоянно молодцы китайцы купил на алиэкспрессе и ни капельки не жалею этот безмен взвешивать до 25 килограмм сейчас мы как-то это сделаем так взвешивание чтобы вы могли увидеть эта задача непростая я хотел еще раз сказать огромное спасибо своей тёще наталья андреевне за то что она щипала тихо дюков причем в квартире на улице холодно в общем все страны это целый подвиг я считаю их их просто передвигать то по столу очень тяжело не то что с ними работать как-то их ощипать до индюки у нас полностью ощипаны то есть они без кишек там остался только только продукт все это уже у нас пойдет в дело так включаем наш безмен он на нуле ну вы меня знаете вы мне и так верите даже если не сможете увидеть показания вы мне и так поверите я уверен когда он пищит значит он зафиксировал результат 19 140 видите резкость навелась 19 140 давайте второго взвесим раз уж у нас пошла такая пьянка то есть получается ну около пяти килограмм отходов я считаю что это очень немного учитывая такой вес птицы я думаю что в любом случае целесообразность разведение и было ну не говоря о том что мы получили домашнюю индюшатину великолепного качества экологически чистую который на траве и зерне росла мало того что мало этого того мы какие-то камни выпадают это мы кирпич положили внутрь для увеличения веса вот что кроме того что мы получили такую замечательную птицу вкусную я думаю я думаю выгода финансовая все равно должна быть тоже весы точная взвешивая неоднократно имеем все по-честному 19 860 этот немножечко потяжелее так ну давайте я сейчас начну рубить и вам покажу какое мясо в разрезы скажем так друзья мои я как-то вам показывал наверно год назад обзор и меня конечно никто не оставляет не просит но я хочу из добрых побуждений благодарности компании джапа ночь еще раз рассказать вот об этих ножах нож и тяпка это японский настоящий инструмент для кухни вот например этот нож стал моим любимым на кухне у жены у нас потому что потому что он офигенно режет они очень хорошо точатся и они шикарно режут если даже вы его затупили взяли мусат тоже от этой же компании керамический мусат провели почистили видите на тяпку я сделал такую ручку там в комплекте идет деревянная ручка небольшая я решил такую сделать текстолита и бонитовую по длине немножко и вот использую для разделки индюков лосей чего угодно очень удобно поехали так давайте я периодически на охоте разделываю лосей да вот тут ощущение такое что это небольшой лось груди на нам надо постараться это сделать покрасивше побольше оставить мясо ну тут вот прям вот куски такие как будто действительно поросенок лось или поросенок частные таки вырежем что хорошо вот эти кости у нас они не идут на выкид не идут собакам мы их используем для варки супа тоже великолепно когда кусочек лося и кусочек индюка все друзья раскидал я на большие куски сейчас будем резать по порциям мы все мясо которое выращиваем добываем в лесу покупаем нарезаем сразу на порции на один раз на семью и в морозильную камеру ну это уже показывал не буду хочу вам просто показать сколько мяса получилось 2 индюков и были на куски такие посмотрите вот это вот ножка да вот ножка куриная корочка да посмотрите куриный окорочок просто офигеть и мякоть тоже берешь вот мякоть сплошная мякоть большие куски вкусное мясо великолепные камешки кстати нашел еще это попадало у них изнутри это они камешки подъедали из своего вольера для переваривания пищи гранитные камни там но не суть короче в общем вы видите что мясо очень много чувствую себя как продавец на рынке я когда был молодым еще дарми пацаном был мы выращивали поросят выращивали бычков и я потом на рынке продавал 90-е годы голодные было непросто вот летом продавал зимой осенью учился а летом продавал мясо на рынке поэтому не опыт разделки опыт продажи опыт продажи мяса есть но продавать естественно мы его не будем все для себя ну вот по поводу себестоимости еще вот смотрите тут у нас два индюка ну порядка там 40 килограмм да даже если взять по 300 рублей за это мясо хотя фермерская стоит дороже и может и 600 стоит ну по 300 рублей даже возьмем по минималке нас тут на 12000 мясо лежит на 12000 рублей мясом можно он 12000 рублей можно купить очень много зерна поэтому я думаю что они в любом случае с точки зрения экономики выгодны хотя если начинать торговать мясом выращивать на продажу он начинается большое количество проблем и я знаю что очень много моих знакомых которые на ю тубе просто по жизни занимаются сельским хозяйством что это все очень конечно на продажу ну не рентабельно потому что затрат кроме как вырастить мясо у них еще очень много но мы делаем мясо для себя для себя я думаю в любом случае это выгодно все друзья всем пока встретимся уже в следующем году когда начнем выращивать птицу в следующем году я планирую еще мулардов индюков мулардов бройлеров ну и несушек все всем пока скорее бы весна